Добрый вечер всем! Мы сегодня находимся в карантинном состоянии, и я под подозрение на коронавирус и еще несколько из наших постоянных учеников и посетителей Койлала, поэтому делаем это из дому по Zoom, наш урок, и дадим честь и возможности нашей желающей подключиться к нам еще через Facebook и услышать наш урок вживое. Мы продолжаем сегодня дальше 29 главе в книге Таня. Это уже, по-моему, четвертый урок по 29 главе. Глава очень важна и очень интересная. Тех, которые не участвовали и не слышали предыдущих уроков, они все приложены в YouTube канал и в моем Facebook тоже они присутствуют. Сегодня мы в продолжении будем учить больше текста, в отличие от прошлого урока практически мы говорили все, обсуждали все между собой в нашем словах, в нашем объяснении, в нашем понимании. Сегодня будем стараться больше продолжать мой текста обучения, который писал Альтеребе. Мы учили в прошлый урок разница, однозначная разница между грешной и бенони, к праведнику. Грешные и бенони, они в одна сторона мира, праведник совершенно в другом, поскольку праведник его жизни, его управление, она полностью божественная душа. У праведник не бывает никаких посторонних желаний, никаких посторонних мыслей, никаких посторонних речей, это даже не может вообще бить, и, конечно, не действие, кроме желания божественной души. У нас грешники, и даже у бенони, мы есть животная душа, и животная душа есть клепа, есть и трааха. Поэтому наши истинные мысли являются жизненные потребности, спать, дышать, кушать, хотелки всяких разных, наслаждение мировых. Поэтому для праведника свой – это молиться и учиться Богом и божественность, а чужой – это все остальное. А у нас свой – это есть, спать, думать, говорить, наслаждаться миром, а чужой – это божественность и Всевышний. Тяжело это, не хочется этого понять, но это естественно. И почему это нужно понимать? Потому что мы ищем решение, как человек может чуть-чуть ставить себе на место. Раз в какое-то определенное время человек вынужден ставить себе рамки приличия, говорить себе, что он не такой великий. Почему это важно? Потому что написано Человек имеет в натуральный вид, то есть с рождением, самолюбие. А самолюбие выражается в том, что он всегда чувствует, что он прав, правильный, и все ему положено. Все ему должно давать. Должно давать. Почему? Потому что он такой хороший и классный. И иногда человек должен ставить себе на место и говорить себе, нет, ты не такой. Ты должен благодарить Всевышнему вообще, что ты существуешь. И не поднимай нос высоко. Тебе ничего не положено. Наоборот, тебе положено, наоборот, что тебя не будет. А если ты хочешь получить что-то от Всевышнего, умалай. И самое базовое понимание в этом случае, это понимать, что кто я такой. Я кто? Животная душа. Кто я такой? Я – это спать, это кушать, это наслаждать миром, это мыслить, что хочу, говорить, как хочу, делать, что хочу и когда хочу. Я не божественный, я не праведник, даже не близко. И это уже ставит себя на скромное положение. Когда я обращаюсь ко Всевышнему с просьбой давать мне, оправдывать, за что надо давать мне. Я героически был готов учить раз в день чуть-чуть Тору. За этого нам, мы не должны. Чего должны? Ничего не должны. И нашей Бейноне еще потерял силу почувствовать. У него чувство, не проникает к нему в сердце чувство. И поэтому ему говорят, если ты хочешь, что у тебя будет чувство, ты должен понимать. Причина, по которой чувство у тебя не чувствуется, потому что ты грубый, ты стал грубее. Почему ты грубый? Потому что ты человек. Потому что ты и есть животная душа. Потому что ты и есть клипа. Что надо делать? Став себе на место. Или, в другим словам, унижай себе. И мы говорили, что унижать себе, не дай Бог, не включая, унизить в своем достоинстве. Лгать себе, что я тупой. Нет, нет, не тупой, не дай Бог, не надо такое говорить. Что я уродливый. Не надо говорить такое. Нет, не уродливый. Надо говорить правду. А правда включается в том, что кто мы такие? Мы животная душа. Мы натуре не божественная. Мы человек. Вот это основа правды. Знать, кто ты такой. Кто мы такие. Это было до предыдущего урока. И теперь, будь импределжат. Далши. Далши. Ну, после того, что я понимаю, что я человек, И я, и есть животные душа, Я должен понимать, Что когда я думаю о мислех, которые не надо мислец, Или разговариваю речи, Которой не надо разговаривать, И, конечно, если я действую, Как нельзя действовать, То я хуже комаром. Что это за выражение хуже комаром? Мудрецов говорят, Почему человек был рожден в шестой день К сотворению мира, После того, что уже все было готово. Человек создание, Которой была главная причина сотворения мира. Сотворение мира было для того, Что человек будет вести себя, Не смотря за испытания, Как подобавшие. Для нас был создан мир. Так почему мы последний? Наверное, надо было нас сотворить первой, Прежде всего. А потом все остальное. Отвечают мудрецов два причина. Первая причина Для того, что человек Будет рождаться И ни в чем не был Что у него не было никаких нехватков. Что все было готово. Когда мы приходим в гости, Стараются тех, Которые нас принимают в гости, Почистить дом, Готовить какие-то угощения, Поставить какой-то стул, Который будет соответствовать Нашей нужде и так далее. То есть, Всевышний хотел нас принимать В его мир, В его сотворение, Когда сотворение готово для приема. Поэтому он нас сотворил последний. Вторая причина, Что когда человек делает Неправильные поступки, Говорят ему, Даже комар Был сотворен до тебя. Что так плохого комар? Тараканец что, Приличный почему-то? Почему комар? Комар, У него особенности такая, Что он ничего от себе Не отправляет никому. Даже не отходы. Он все принимает к себе внутри. И он пьешь и пьешь, И пьешь и пьешь, Поколопается. Такое эгоистическое создание. От него пользы ни у кого нет. То есть, Даже, Такое эгоистическое создание, Хакамар, Лучше, Человек, Который грешит. И объясняют мудрецов, Что этих двух причин, Они и есть одна причина. Когда человек ведет себя правильно, То ему говорят, Все мир для тебя был создан. Для этого был создан мир, Для того, Что ты будешь существовать на него. А когда человек ошибает, Когда человек грешит, Ему говорят, Ты, Ты последний. Ты никому не надо. Поэтому, Когда говорит Ребе о том, Что когда человек делает ошибки, Даже Камар лучше него, Вот об этом он говорит. И он говорит еще больше. Камар никакого вреда не делал Против его натура. Он создан такой. Он не виноват. У него есть цель. Есть кровь. И он это делает. Он не виноват, что он такой. Он не виноват в том, Что он не может давать Кто-то кому-то в мир. Он такой и создан. Но человек, Да, виноват. Всевышний сотворил нас Со всеми данными, По которым мы можем Не делать грехов. И когда мы делаем грехов, Мы выбирали это делать. И мы за это в ответ. То есть мы Хуже Камар. Мы делаем это, Несмотря что могли бы не делать это. Поэтому мы хуже них. Говорит Ребе, Ну хорошо. Бывает и Бейнони. Мы знаем, что Бейнони это человек, Который не делает грехов. Который даже мыслям Не ошибаешься. И он говорит, Ну, я знаю. Я грехов не делал. Почему? Почему я должен чувствовать себя, В чем-то они достатачные. Почему? Говорит Ребе, Есть еще одна причина. Бейнони. Убеперет, Кшизкою Тумас, Невшой, Бехатес, Невшой, Бхатес, Бхагам, Шеосо, Бо, Ильяйним, Бу, Вellsамо, Бхагам, Венитмо, Ильяйним, Ильяним. 아닙ester. Илья. Бхагам. Продолжение следует... Продолжение следует... И ты раскаивался. Тоже правильно. Но сегодня твоя предыдущая раскаяния недостаточно. Потому что... Есть тут два интересные, очень интересные нюансы. В верхнем миров время не считается как у нас. Она другая. Во-вторых, когда ты поднимаешься вверх, чем сегодня, тебе нужно больше раскаиваться. Как это понять? Я... Для того, чтобы это понять как-то побольше, я расскажу интересную историю, которую Греб Араяц опубликовал. Что в каком-то субботу в Меджибуж, у Балшем Тора, пришли очень много гостей. Были его учеников. А его учеников были велики и люди, и праведники, и больших мудрецов, и ученев Тору. Знатоки в Талмуде, вавилонский Талмуд, в Иерусалимский Талмуд, в Шулхан Арух, в Законье. Во всем. Включительно, в том числе и в Кабале. А гости, которые еще были, не только они. Еще были простые люди. Всяких разных простых людей. Которые еле-еле умели читать. И когда они все соединились на трапезу, субботную трапезу, у Балшем Тора, вечером, то есть пятницу вечера, Балшем Тор очень сблизил к себе и простыми людьми среди гостей. Одному он дал кусок хлеба от своего тарелка. Второе, он дал бокалки душа, своего бокала поднять тост и говорить л'хаим. И так далее. А ученых, учеников, которые были там тоже, очень так сердились. Они говорили, ну, они мешают. Они же не понимают ничего того, что говорит Балшем Тор. Балшем Тор говорил какие-то великие виши. Они ничего не понимают, только мешают. Зачем они здесь? Вот этого чувства, что Балшем Тор очень сближает простыми людьми, а его учеников злятся от того, что им мешают, вот это продлился постоянно за субботу практически до третий трапез. Третий трапез мы накрываем в столе между Минху и Майрив в субботу. Вечерняя, на исход суббота. И тогда на этого третий трапез были приглашены только ученики Балшем Тор. Только ученые. И тогда, когда они собирались, Балшем Тор начал чувствовать мысли его учеников. Так здорово, что сейчас мы тут одни. Так нам приятно сейчас это все чувствовать. И рассказано, что Балшем Тор просил каждый из них положить друг на друга руку и замыкать, как электрический круг. Да? И как только они замыкали вот этого круга, Балшем Тор просил всех закрыть глаза, и они начали чувствовать, как во верхнем мире какие-то определенные общины праведники, великие праведники молятся с глубины души Тегилим. И каждый из этих учеников настолько ревновал этого уровня молитвы, уровень чтения Тегилим, что он тоже хотел и умолал Богом, что у него будет шанс хоть один раз в жизни дойти до такого состояния. Когда они все почувствовали, Балшем Тор снимал руки от них, и они проснулись. Они говорят, видите, того, что вы видели сейчас, это простые наши гостей, которые находятся в соседной комнате и читают себе сейчас Тегилим. Они простые люди. Они сами не знают, куда их молитва доходит. И вы теперь знаете, почему надо их доложить. Простой еврей, и когда он читает от души капитал Тегилим, главив Тегилим, он доходит, куда праведники не способны. Вторая интересная ситуация. Однажды в Меджибуш, посередине обычного дня, заходит в синагогу, где находился Балшем Тор, где находился Балшем Тор своего учеников, и учились, двух евреев, ругающиеся. И один так разозлился на друга, что он кричал ему, я тебя порву, как рыба. Балшем Тор услышал этого крик и просил у всех его учеников положить друг на друга еще в асуке, делать замыкание, закрыли глаза, и они все крикнули от ужаса, увидев, как тот, который крикнул, берет своего друга и просто прорвал его, как рыба. Что это дает нам? Вот этих двух историй дают нам. Они дают нам понять, что в Верхнем Миров намного тоньше все происходит, намного чувствительнее все происходит, намного преждевременно все происходит. Он только говорил, это уже сделано. они только читают, это уже поднимается. Это по-другому. Для того, что это понятно, можно и в нашей жизни это видеть. Допустим, человек работает на шахте. Он находится с формы на шахте. После рабочей еды на шахте, которую он проводил, наверное, он пахнет не для свадьбы. и руки грязные должны их мить. И лицо, наверное, не очень. И надо вообще идти в ванну и чуть-чуть отдыхать. И он выходит из шахты, ему говорят, слушай, тебя приглашают на заседание к госполку. Что? Он не достоин? Достоин. Он приличный человек. Его приглашают сейчас на заседание к госполку. А что он почувствует в себе? Да нет, нет. Ребята, спасибо. Я пойду домой, приму душ, отдохну, наведу себе порядок, переоденусь и приду. Так не приду. Почему не приду? Меня некомфортно. Можете сказать, что вам это очень комфортно. Меня некомфортно. Я так не хожу. Хорошо. А если после того, что он переоделся и участвовал в этом мероприятии, в этом заседании в госполку, ему сказали, слушайте, теперь надо ехать в Верховный Раду в Киев выступать там. Он согласится? Нет? Ребята, извините. Для этого надо по-другому совершенно переодеться. Надо духы чуть-чуть этого, менять галстук, чтобы собрать приличный, переосмыслить мозгами, подумать, о чем я хочу говорить. Скажет ему, ты только что выступал замечательно в горы с полком. Говорит, горы с полком это среди своих, это мои горожане, а там это уже перед народом, я не могу. то есть мы сами понимаем, что приходить домой после шахты не надо никакого подготовка. Там жена и детей родные, там как есть, так и принимаются. Но идти отсюда даже на день рождения уже надо по-другому. И если на создании горы с полком будет по-другому, если в Верховной Раде еще по-другому, подготовка другая. Так же самое, когда человек грешит перед Всевышнему. Когда он это делает в глупой двадцатилетной или пятнадцатилетной по-глупому, и он говорит, извини, Всевышний, я понял, ошибся, больше не вернешься. Это замечательно. Но когда он становится чище и высший, и теперь он хочет подняться на уровень высший, из небеса говорят ему, видишь, были там грехов. Ты раскаивался, я не согласен, раскаивался, но надо переодеться лучше. Надо раскаиваться заново. Почему? Для этого состояния ты не готов. Теперь надо больше чище, больше и чище и готов. Надо больше и чище подготовленной и недостаточно того, что ты делал. Поэтому ты должен теперь быть более внимательной и делать это правильно шорос. Итаг же цар давида гаварил и хатоси негд томит. Маиг рехов паста йана находи цапир и дом давида 要 давида давида льв давида давида и давида мисх негд мисх и давида льв каим маим меразир кодеш львиоис мемо дыхуш бене даю нах шоис хеш боин им нэв шои мекол мэх шобоц пад дибуруи мэйс шохолфу був ов мюй мэййс Продолжение следует... Продолжение следует... Я был правильный, воспитанный. Я был рожден правильный человек. Я не праведник. У меня есть искушение. Но я грехов никогда не делал. Не говорили, что он великий человек. Теперь что? Почему я не могу чувствовать? Говорит ему Ребя. Ты не чувствуешь, потому что ты человек. То есть, когда ты дышишь, что это значит? Ты пользуешься материальным миром. Когда ты пьешь, что ты делаешь? Пользуешься материальным миром. Когда ты думаешь о том, что надо проснуться и умываться, то что ты думаешь? Думаешь, как исправить жизнь? Это не грех. Мне не грех. Но это божественность. Нет, это не божественность. Поэтому ты... Находится у кого ты пил? Не у Бога. Как мы говорили, это черный-билый. Не у Бога, значит, у Клипы. Если у Клипы, значит, надо перестать быть там. И поскольку ты занимаешься собой, поскольку ты занимаешься собой, и ты не венужден заниматься собой, никто не винит тебя. Поэтому ты не чувствуешь божественности. Если есть божественность, нет с собой. Если есть с собой, нет божественности. Поэтому тебе надо не раскаиваться, чистить себе. Не заниматься собой. Субтитры создавал DimaTorzok Это тема, которая пикантная. Которая много-много пытается понять. И каждый раз, когда обращаются ко мне вопросом о сны, я повторяю тот же ответ. Это очень важно понимать. Есть много, которые принимают очень всерьез своих сны. Им снилось что-то. Им кажется, что этот сон что-то означает в жизни. И это их очень сильно тревожит. Есть еще хуже, который ходит к каким-то гадалке, к каким-то волшебнике, который шантажирует, надо сказать правду, и рассказывает всяких разных сказок, что означает эти сны. Это ложь. Спрашиваете вы, это ложь? Мы же читаем в нашей главе недели о сне, которые Иосиф рассказывает своих братьев и свой отца, которые сбились. Мы будем читать следующее о сны фараон, которые рассказали и не нашли ответов, что это за сны. И потом вели Иосиф, который дали ему пророчество, что будет происходить из этих снов. И поэтому нам кажется, что если нам появляется какой-то сон, оно включает в себе определенный месседж. Месседж. И этот месседж нам очень важно понимать. Кабале рассказывает, Ребе цитировал книги Зоа. Он говорит, что люди, праведники, которые у них чистые мысли, когда они спят, их душа поднимается в раю. И там им раскрывают действительно иногда пророчества, иногда знания определенные, иногда вопросы задают им, иногда проявляют к ним определенных людей, которые души, которые общаются с ними. А Гизал говорил, что в сон, одной, один сон на конец субботу, который ему снится, каждую субботу, не хватает ручки в мира его описать. Так много богожнания ему у него было. Ребе Раяц рассказывает о сне, которые у него были. У всех ребе. Но это праведники. Наши сны это пустышко. Говорит книга Зоа, для нашей душ есть особый план. Они не поднимаются где-то в раю. Они остаются где-то вверх, где-то тут рядом с тела. Для них есть созданное место. И там есть определенные жулики-ангели такие. Злые-ангели. Они иногда подкидывают нам во сны разных всяких историй. Бред. Часть отражающая того, что произошло с нами в жизни. Часть запутает мозги. И иногда они смотрят на нас, как мы проснулись перепуганы. И они просто издеваются над нами. Смеются над нами. Что мы вообще обращаем внимание. говорит рэбе, бэйнони, посмотри, какие у тебя сны. Если сны у тебя, как у праведник, у тебя, мам, у тебя хорошее положение, но мы же знаем, что не так. У тебя пустые сны. Что это означает? Что твоя душа находится вниз. Ты находится в низкое состояние. Иногда вот этих злые ангелы еще издеваются над тобой. То есть, ты недостаточно висок. И это причина, по которым тебе нужно очищаться, становиться правильной и лучшей. То есть, мы сегодня учили три этапа, по которым человек может ставить себе на место. Мы, как в предыдущих главе, будем переводить этого учения, которое мы учим от великого праведника, для нашей жизни, для жизненного опыта. Как правильно это пользоваться в нашей простой жизни. Ну, для того, чтобы понять это, надо понимать этапы объяснения Ребе. Первый говорит ему Ребе, ты хуже комар. Почему? Комар не нарушает своем причинном значение. Ты да. Он говорит, если даже ты никогда не грешил, не грешишь сейчас, но ты грешил в детство. И ты должен понимать, что это надо очищать каждый раз заново. И если даже ты не грешил даже в детство, даже в юности, то твои мысли, твои речи, они пустые, они мира. И кроме того, твои сны пустые. Это означает, что ты находишься в нехорошем состоянии. И поэтому тебе надо ставить себе на место и понимать, что ты всего лишь относишься к липе, к животной душе и к ситраху. На самом деле Ребе, наша Ребе говорит, что это только внешность. По истину любого еврея, его истинная суть это божественная душа. Тут разговор идет речь не о по сути, а появлении в обычной бытовой жизни.